Вопреки ожиданиям злопыхателей, Ради Фаридович в этот понедельник преодолел последствия омикрона и лично провел оперативное совещание в Белом доме. Присоединяясь тем, кто радуется за крепкое здоровье руководителя республики, таковым оно и должно быть. Кстати сказать, Хабиров выглядел существенно лучше в этот раз, чем до болезни. Не буду говорить, что омикрон пошел ему на пользу, но констатирую факт. Был бодрее, меньше мешков под глазами и так далее. Во первых строках своего вступления Хабиров душевно поздравил с 88-летием первого президента республики Башкортостан Муртазу Рахимову. Я пожелал ему долголетия здоровья, но много было разных разговоров на тему взаимодействия и взаимоотношений Хабирова и Рахимова. Мы помним, как в первые же буквально дни, когда Хабиров возвращается в Башкирию в 2018 году осенью, он первым делом едет к Рахимову, вот эти знаменитые фотографии с шапками и так далее. Но я, честно говоря, объективности Радия, наверное, усомнился бы в искренности Хабирова, окончательной искренности и его доброжелательности к Рахимову. Безусловно, Радий Фаритович лютой ненавистью ненавидит Муртазу Губайдуловича, но политесс обязывает, потому поздравлять нужно. С другой стороны, ну как можно забыть возбуждение уголовного дела, побег в багажнике автомобиля из родного края, долгие дни и ночи, проведенные в неопределенности ожидания ареста в Москве. Это, конечно, вам не кот начихал, соответственно, наверное, такие вещи никогда не забываются. Но, тем не менее, вот сейчас Радий Фаритович из Белого дома поздравляет первого обитателя Белого дома Башкирии в новейшей истории России. Естественно, заговорили о COVID-19, все по сценарию. И, конечно, Хабиров переосмыслил, видимо, за время болезни ситуацию в республике и заявил, что мы так и не дошли до пика новой пятой волны омикрона. Хотя вот буквально на предыдущих оперативках он говорил, что мы вот сейчас вот там на волне, на пике, вот сейчас вот нет. Мнение изменилось, и потому Хабиров передал слово Забелину, который доложил нам о том, что суммарно в Башкирии зафиксировано 143 тысячи заболевших. Суточный прирост абсолютно рекордный, составляет 2103 человека в сутки и 11300 заболевших за минувшую неделю. Это действительно очень много, ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что нам рассказывал Забелин до этого. Очень важную цифру назвал Забелин. Он сказал, что 13800 человек болеют COVID-19 различных модификаций на данный момент. Вот запомним эту цифру, потому что она для нас важна. Все еще свободно 18% коечного фонда, что, собственно, как-то там худо-бедно укладывается в норматив. Ну, и статистика по вакцинации уже просто абсолютно рекордная. 96% подлежащих вакцинации вакцинированы в Республике Башкортостан. Это 2 миллиона 392 тысячи человек. И 89% от подлежащих вакцинации полностью вакцинированы обоими компонентами. 2 миллиона 230 тысяч человек. Ну, кроме всего прочего, еще 2220 детей вакцинированы вот этой вот новейшей вакциной спутник М. Ну, оставим пока вот эти цифры, которые, безусловно, у нас уже уходят за горизонт и скоро, наверное, вплотную приблизятся с десятыми долями к 100%. Обратим внимание на то, как на этой оперативке модифицировали вопрос усиления первичного звена и вопрос вот этих вот больших очередей и проблем с доступом граждан в поликлинике. То, как резко среагировали граждане и жители Республики Башкортостан на лютый бардак, образовавшийся вокруг приема в поликлиниках, не могло оставить безучастными ни Хабирова, ни его подручных. Соответственно, вот теме усиления первичного звена, конечно, стали уделять большое внимание. На эту тему Забелин выразился следующим образом. Я процитирую практически дословно его речь на этот счет. «Усилено первичное звено, обстановка в поликлиниках рабочая, больших очередей нет, идет слаженная работа, неотложной и скорой помощи». Конец цитаты. Вот эти вот выражения «рабочая обстановка», «очередей нет», «слаженная работа». Вот складывается ощущение, что все эти выражения были тщательно подобраны исключительно для ранимой души Радия Фаритовича, измотанного омикроном и нелюбовью соотечественников-соплеменников. Но не пойдет же он в самом деле проверять в поликлинике, есть там очереди или нет. Ну, в крайнем случае пошлет своих вот этих вот, значит, подручных там счетоводов из контрольно-счетного управления, но с ними уж как-нибудь договорятся. В помощь Забелину на арену была выпущена уже подзабытая многими Елена Прочаковская, которая охарактеризовала ситуацию дословно следующим образом. «В значительной степени ситуация улучшилась», – загробным голосом констатировала Елена Анатольевна. Ну, мастерство убеждения начальства в том, что в Багдаде все спокойно, конечно, зарос не пропьешь, и звучала Елена Анатольевна очень убедительно. Ну, остается только здесь, пожалуй, резюмировать вот весь вот этот вот балаганчик, который они нам учудили, чтобы самим себе доказать, что с поликлиниками стало хорошо. Здесь можно сформулировать очень просто. «Не можешь решить проблему, начинай себя хвалить». Вот по-другому я не могу охарактеризовать ситуацию. Но те, кто был в последние дни в поликлиниках, знают, что и как там работают. «Моя родственница, которая заболела омикроном на прошлой неделе, не только не дождалась врача вообще, в принципе, она еще и не дождалась скорую помощь, когда ей стало совсем плохо. И живет она на минуточку не в Ишимбае, а в городе Уфе. И не где-нибудь в Шакше-19, куда не всякая ворона долетит, а прямо в центре города Уфе. Вот вам ситуация на личном примере и без всякой болтовни. Все остальное, Радий Фаридович, это вам в уши мармелад заливают. Ну и напоследок, чтобы уж совсем эту тему полностью залакировать, зачем-то на экран был выведен Айбулат Хажин, который сообщил, что на сегодняшний день болеет более 10 тысяч школьников, болеют COVID-19. Причем заявила это все Айбулат Вакилович с таким отчаянным выражением, вот из Салтыкова, Щедрина, когда подчиненный должен быть придурковат и абсолютно бравым, вот примерно это вот изображало себя Айбулат Вакиловичу. То есть, надо сказать, что ему удалось вообще. Так вот, заявив, что у него болеет 10 тысяч школьников, министр образования перечеркнул те данные, которые давал, собственно, Забелин несколько буквально мгновений назад. Напомню, Забелин сообщил, что на данный момент болеет 13 800 жителей республики. А у Айбулата Вакиловича Хажина болеет 10 тысяч школьников. Ну, нелогично было бы, наверное, предположить, что взрослых и прочих категорий больных всего-то там 3,8 тысячи. В общем, ну не бьется, ребята, но вы совсем уже между собой не договариваетесь. Или хотя бы слушаете друг друга. Но, судя по всему, Айбулату Вакиловичу недоступно вот такие сложные уровни аналитического мышления или просто послушать своего предшественника на трибуне или в окошке зума, у него, конечно, ему не судьба. В общем, конечно, горе. Еще раз повторю, вся история с нормализацией первичного звена опять свелась к тому, чтобы убедить дорогого, незабвенного и несравненного Радио Фаритовича в том, что в Багдаде все спокойно. А поликлиники подождут, а люди потерпят. Далее, следуя заведенной логике оперативного совещания, был вот этот триединный доклад о ЖКХ ситуации на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Но, честно говоря, я не знаю даже, как вам рассказывать об этом докладе, потому что вот все, кто был задействован, все трое, не сказали практически ничего. Алан Викторович Морзаев с присущей ему краткостью сообщил о том, что Багдад незыблемо спокоен и к лету в Багдаде появится снегоуборочная техника. Где-то что-то у него чуть-чуть ненадолго отключилась вода, но он мужественно с этим справился, вообще проблем нет. Уборка снега не вызывает никаких вопросов у господина Морзаева, потому он даже не стал говорить о том, как он успешно и неуспешно с этим справляется. Все зашибись. Суть по всему, состояние дорожного полотна на улице Ленина так убедительно влияет на сознание начальства, что, проехав по Ленина туда-сюда, они успокаиваются и видят, что снег же почистили. А я вам советую свернуть с Ленина в любой двор, и даже, ребята, вы на своих восьмицилиндровых полноприводных крузаках там утонете. Ну, видимо, это предложение остается предложением. В остальном доклад был абсолютно пустой. Господин Булышев опять зачитал сводку ГИБДД. Я предлагаю все-таки присвоить ему очередное звание МВД. Может быть, он успокоится, займется делом и начнет рассказывать нам про строительство дорог. Вот вдруг, да? Давайте ему присвоим хотя бы звание Ефрейтера в ГИБДД. Есть такое звание? Палочку полосатую подарить ему, фуражку, в конце концов, я не знаю, жилет какой-нибудь желтенький. Ну, что мучается мужчина? Вдруг, глядишь, делом займется. Далее заговорили о приятном, но о не до конца понятном. Я говорю о все том же великом, могучем и абсолютно непобедимом индексе промышленного производства. Ради Фаридович так часто гордится индексом промышленного производства Республики Башкортостан, что, пожалуй, надо уже разобраться, что это такое и почему он так этим гордится, почему без конца об этом говорит. А вот на минувший в этот понедельник оперативке индексу промышленного производства был посвящен отдельный доклад министра Шельдяева. Министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан Александр Николаевич Шельдяев взял быка за рога. Он понимал, что он первым, а может быть единственным делает особенно приятно Ради Фаридовичу на этой оперативке. И вообще Александр Николаевич в последнее время стал чрезвычайно приятен. Я бы сказал даже до тошноты. Как-то так карамельно приятен стал он Ради Фаридовичу, что на самом деле у нас трезвых наблюдателей ситуации должно вызывать исключительно только опасения. Так вот, господин Шельдяев заявил, что промышленность Республики Башкортостан демонстрирует устойчивую динамику роста. Тот самый индекс промышленного производства составил в Республике Башкортостан аж 107,5%, опережая, кстати, среднероссийский показатель в 105,3%. Рост производства, по мнению господина Шельдяева, отмечен в следующих отраслях. Металлургия, производство автотранспортных средств, производство готовых металлических изделий, кожа и изделия из кожи, электрическое оборудование, мебель, производство бумаги и бумажных изделий, производство лекарств и медицинских материалов. Растет добыча нефти, газа, металлических руд. Обработка древесины процветает в Республике Башкортостан, а полиграфическое производство и вовсе находится на каком-то подъеме. Производство резин и пластмассовых изделий также растет. Главными инвесторами в Башкортостане являются предприятия «Газпромнефтехим Салават» с инвестиционной программой в 21 миллиард рублей. У МПО готовы инвестировать в экономику родного края 44 миллиарда рублей. Башнефть, Башкирская медь, КамАЗ, БСК – все бросились инвестировать в Республику Башкортостан. Я даже побоялся складывать столбиком эти цифры, которые называл Шильдяев, потому что тут может действительно в забу дыхание спереть. Но вот есть одни странные особенности роста индекса промышленного производства в трактовке господина Шильдяева. Очень странно то, что, например, с января по март 2021 года, целых три месяца, четверть года, индекс промышленного производства в Республике Башкортостан не рос, вообще не рос, стоял на месте, буквально колебался в сотые доли процента. И потом как рванул и в оставшиеся девять месяцев прямо дал вот такой рекордный рост, как вот он рассказывает. Ну а теперь, собственно, давайте разберемся, что такое индекс промышленного производства и поймем, насколько мы должны им гордиться и подобным образом восторгаться самими собой или все-таки к этому надо относиться с осторожностью. Собственно, индекс промышленного производства – это абсолютный рост производства во всех сферах промышленности, на отдельно взятой территории за какой-то определенный отрезок времени. Довольно простая математическая модель, но да, конечно, там есть определенные коэффициенты и дефляторы. Эти дефляторы корректируют абсолютную цифру, ну хотя бы с точки зрения инфляции. Однако надо понимать, что если мы все производство в Республике Башкортостан или в другой территории попытаемся суммировать, нам нужно будет его суммировать в каких-то абсолютных единицах. Но нельзя же корову прибавить к автоприцепу, а мешок риса прибавить к бочке бензина. То есть непонятно, что получится. Потому естественным образом складывают стоимость этих товаров. И у коровы, и у риса, и у бочки бензина есть определенная стоимость. Так вот, если индекс промышленного производства даже с применением дефляторов не превышает инфляции за тот же период, то считать его ростом, на мой взгляд, нельзя. Потому что, по сути говоря, это просто, если вот эти 7,5%, которыми так гордится Ради Фаридович и теперь примкнувший к нему Шельдяев, вот эти 7,5% роста индекса промышленного производства, они ниже даже, чем официальная инфляция, которую нам сообщают через Росстат от лица правительства Российской Федерации. Напомню, что сейчас, пока на данный момент, еще итоги 2021 года не подведены, но ориентировочное, официальное значение инфляции в Российской Федерации составит 8,6% за 2021 год. Хотя, как говорят в этих шутках, ощущается как 30%. Но даже если верить Росстату, чего я бы тоже не стал делать ни на вашем, ни на своем месте, то рост промышленного производства в Республике Башкортостан, выраженный в рублях, в валовой стоимости этой продукции, он не превысил инфляцию. Ребят, и это просто рост цен. Подорожал бензин, подорожала корова, подорожала мешок риса, подорожал КамАЗ, НИФАЗ и прочие БСК. Вот и все. О каком росте промышленного производства вы тут поете песни? Но Шельдяев был неумолим. Завершая свой доклад, он нижайше благодарил дорогого и несравненного Радио Фаритовича за личную поддержку роста промышленности в Республике Башкортостан. Доклад господина Шельдяева не оставил никакого сомнения, что только личный вклад, мужество и, я бы сказал, героизм дорогого Радио Фаритовича спасли экономику Башкортостана от полного краха. Тут, конечно, было очень смешно, когда вот он, ну вот, по сути, господин Шельдяев в традициях 30-х годов 20-го века вскричал вчера о том, как Радио Фаритович и вы все-таки большой ученый, да, по модели, как вот благодарили филологи, биологи и ботаники дорогого товарища Сталина за помощь в их отраслевых победах. Вот тут и Шельдяев, значит, поблагодарил Радио Фаритовича, который, кстати сказать, человек едва-то грамотный в экономической отрасли и области, соответственно, наверное, говорить о его личном вкладе во все вот это, наверное, не стоило бы. Завершили оперативное совещание докладом о планах по реализации программы капитального ремонта домов, подъездов и придомовых территорий. Руководитель некоммерческой организации «Фонд регионального оператора капитального ремонта по республике Башкортостан» Павел Валерьевич Сафонов начал свой доклад классически. А по нынешним временам классически это значит с видеоклипа. Павел Валерьевич прозорливо снял клип о том, как прекрасен, приятен и в конечном итоге великолепен, я уже начинаю теряться в определениях, тот самый капитальный ремонт, который проходит под его руководством. Далее Павел Валерьевич поведал нам о том, что в 2022 году он планирует отремонтировать 742 многоквартирных домов в республике Башкортостан. Особенно забавно было в этом клипе то, что в ролике показывалось то, что было камнем преткновения и это служило поводом для скандала в прошлом году. Я говорю, вот эти стерильтамакские крыши, разобранные в непогоду, когда там все затопило, засыпало снегом и залило водой. Но в общем, действительно, рассчитан был только на то, чтобы его никто не посмотрел, потому что кроме облета на дроне вот этих вот разобранных крыш в непогоду, там еще показали женщину, которая, захлебываясь от восторга, рассказала о том, как она упросила Павла Валерьевича практически лично заняться ремонтом ее дома, которому исполнилось 55 лет, из чего мы делаем совершенно закономерный вывод, что даже если вашему дому исполнилось 55 лет и в нем ни разу не проходил капитальный ремонт, то этот капитальный ремонт вам просто так не светит. Вам еще надо походить ножками и поумолять, и поваляться в ногах, и тогда, может быть, Павел Валерьевич не зайдет. В общем, конечно, вот мозгов нет совсем. Констатирую вот так по-простому, да? Режиссура на нуле. Павел Валерьевич, меняйте студию, которая вам изготавливает видеоролики. Но вернемся к докладу. Собственно, доклад был посвящен не столько капитальному ремонту, сколько тому, что господин Сафонов бесконечно и непрестанно клялся в том, что для него важнее задачи, чем поменять лифты во всех домах в республике Башкортостан, не существует. Такое ощущение, что этот доклад был какой-то телеграммой Саша Сидякину о том, что лифтовое дело живет и процветает, про него никто не забыл. Спи, спокойно, дорогой товарищ, на заседаниях Единой России в Москве. Вот примерно так звучало вкратце содержание доклада по капитальному ремонту, потому что о чем бы ни говорил Сафонов, он все равно говорил о лифтах. Вот желающие могут переслушать его там 15-минутный доклад, длинный такой, кстати говоря, и путанный. И вот лифты, лифты, лифты. В частности, в 2022 году замене подлежат уже 687 лифтов по республике Башкортостан. Ну, где-то там далеко-далеко, в теплых краях, широко заулыбалась Ксения Швырева, но мы этого не можем знать достоверно. За ближайшие три года Павел Валерьевич клянется и обещает поменять аж 2000 лифтов по республике Башкортостан. Кстати говоря, замена лифтов – это одна из самых таких понятных и самых дорогостоящих работ при капитальном ремонте любого дома. Вот крышу ремонтировать – это долго, нудно, она падает, не успевают, железо наверх тащи. А лифт, он дорогой, он сразу много стоит. Привез, поставил, заактировал и поехали. Ну, ладно, вернемся к числовым показателям. Они, кстати говоря, очень любопытны. Всего в программу капитального ремонта по Башкортостану включено 17 тысяч многоквартирных домов. Почти все многоквартирные дома, за редким исключением тех домов, которые совсем новые. На данный момент уже проведен капитальный ремонт в 7746 домах. То есть приближается Павел Валерьевич к середине. Очень интересна статистика по годам. Сколько в какой год было отремонтировано капитально домов. 2017 год – 1202 дома. 2018 год – 1204 дома. 2019 год – резкий скачок. 2205 домов в 2019 году. В 2020 году – 1452. 2021 – 941. И в 2022, заметьте, 742. 2022 год – это самый маленький объем по ремонту капитальных домов. Примечательно, что падение количества ремонта многоквартирных домов никак не сказалось на объеме финансирования программы, но мы чуть позже об этом поговорим. Вообще, структура финансирования вот этого всего очень любопытна. Вот, например, в прошлом году 3,4 миллиарда рублей – это были платежи населения. 208 миллионов рублей – это были бюджеты муниципальных образований. А вот все, что практически было выделено из бюджета Башкортостана и бюджета Российской Федерации, а именно 460 миллионов рублей – все эти ассигнования пошли на замену лифтов. «Саша, привет» называется. То есть, вот это просто какая-то целая республиканская программа под названием «Саша». Я бы так ее назвал, кратко, чтобы не все поняли. То есть, 460 миллионов рублей – все, что были выделены на капитальный ремонт домов, из бюджета Республики и России было отправлено вот этим лифтовым бароном. А все, что собрано с населения, вот как-то там, значит, было потрачено на какой-то ремонт. То есть, более 10% расходов вообще всей программы капитального ремонта – это программа «Саша». Затраты на замену лифтов. Ну, в общем, лифт – это еще одна священная корова башкирской власти. Почему еще одна? Потому что первой священной коровой башкирской власти я называю тариф на отопление. Вот то, о чем нельзя говорить. Это тариф на отопление. Потому что, если кто-нибудь из братьев Ковальчуков в неурочный час бровью двинет, как бы, если тут что-нибудь будет не так, то братьев Фаридович может не просто слететь со своего места, а залететь в какое-нибудь совсем плохо отапливаемое помещение. И надолго. То есть, и вот вторая священная корова – это лифты. Господин Сафонов рассказывает нам с пеной у рта, вернее, доказывает начальству. И вон туда, в Москву, рассказывает о том, как он не забыл о своих обязательствах. Теперь о стоимости. В 2021 году средняя стоимость капитального ремонта многоквартирного дома… Ну, средняя, я понимаю, что это очень относительная цифра, потому что дома тоже маленькие, где пять подъездов, где три. Но если их много, почти тысячу домов отремонтировали в прошлом году, соответственно, можно и среднюю как-то немножко выводить. Так вот, эта средняя цифра составила 4 миллиона 357 тысяч рублей. В 2022 году стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в среднем составит на 50% больше. А именно 6 миллионов 738 тысяч рублей. То есть, Павел Валерьевич, ничтоже сумняшись, просто на 50% накинул за свои услуги. Дороже стало, ребята. Скидывайтесь чаще. Выслушав доклад Сафонова, Хабиров сообщил ему, что в ходе доклада, пока Сафонов, значит, докладывал о том, как он быстро и резво будет менять лифты в республике Башкортостан, Елена Прочаковская вовсе не спала, как многим могло показаться, а проверяла все то, что говорил Павел Сафонов. А Павел Сафонов имел неосторожность упомянуть о том, что он не просто ремонтирует дома, он еще их контролирует, а именно устанавливает там онлайн камеры. И вот каждый желающий может зайти и посмотреть, что же там происходит. Как же они все-таки меняют эти лифты. И выяснилось, что камеры онлайн не работают. Ну, может, там, конечно, у Елены Анатольевны у Фанет кончился, как говорят в народе. А может, действительно, камеры не работали, и Хабиров так вот пожурил Сафонова, что, дескать, ну, нехорошо, нехорошо получилось. Вот прямо у меня вот Прочаковская проверила, а камеры не работают. Отремонтируйте камеры. Но в целом Хабиров поддержал Сафонову, и констатировал, что тех денег, которые они выжимают из населения, уже стало недостаточно, так как цена у Павла Валерьевича подросла на 50%, вот, относительно прошлого года. И, соответственно, ну, как бы, да, придется, значит, поднимать платежи. То есть Хабиров даже не то, что посоветовался, там, или сказал, подумаем, и там, будем посчитать. Он сказал, да-да, все, со следующего года поднимайте сборы с населения, и хватит этому населению, значит, тут не доплачивать нам чего-то. Я вообще знаю, что многие жители Башкирии отдельно очень протестуют против сборов за капитальный ремонт. Многие принципиальные и по многу лет не платят вот этот сбор капремонта. Там очень сложно, как-то вот не очень достоверно выглядит вот этот вот запрос на выплату этих платежей, потому что вот даже форма, в которой юридическая форма, в которой прибывает вот этот вот Павел Валерьевич, это какая-то вот такая организация, там, некоммерческий какой-то фондик, этот фондик собирает, там, тратит, кто, как его проверяет, непонятно. По-моему, там, главная задача это лифты поменять. В общем, много вопросов к капремонту, но, уважаемые зрители, подготовьтесь к тому, что в ближайший год, через год, Радий Фаридович вам поднимет платежи за капитальный ремонт. Сейчас вот он поднял нам платежи за вывоз мусора, за отопление, за прочее, а еще через какое-то время вы будете платить еще больше за капремонт, чтобы Павел Валерьевич Сафонов мог с рекордными темпами менять лифты во всех домах по республике Башкортостан, даже в тех домах, в которых, например, лифтов не было. Я не шучу, потому что в моем доме, в котором никогда не было лифтов, попытались отчитаться о их замене, когда делали капитальный ремонт. Вот такая история была. Это, правда, было лет 5-6 назад, но мы лично своими глазами видели попытку подписать документы, где вот в доме, в котором технологически нет лифтов, по отчетам замена лифтов производилась. Так что вот вполне возможны и такие манипуляции, но я не утверждаю. Так что я все-таки предлагаю переименовать организацию, в которой трудится Павел Валерьевич, превратить ее в фонд по замене лифтов в Республике Башкортостан. Это будет честнее, правильнее и понятнее для жителей. Тогда мы будем знать, сколько, кому и зачем мы платим вот ежемесячный сбор в пользу Павла Валерьевича и всех тех, кто за ним там стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин